Общалась с оперными певцами Козловским и Лемешевым, соседствовала с дочерью маршала Рокоссовского, пережила Великую Отечественную и перестройку разменяла второй век. Долгожители из Ленинского района Медера Кузьминишина Шостка отметила юбилей. 101-й год начала с первого в жизни интервью нашей съемочной группе. Самые интересные моменты этого разговора собрала Анна Медведева. Двери в подъезде старой четырехэтажки на улице летчика Колесниченко по случаю векового юбилея героини дня открыты. Гостей будет много и самых разных. Первые – от управы Ленинского района. Сто-летний юбилей – это очень большая дата. За свой век Медера Кузьминична повидала многое, стала свидетелем-участником многих исторических событий и при этом сохранила бодрость, при этом сохранила жизнелюбие. Мы со стороны управы Ленинского района окружаем заботой и вниманием таких людей. Их осталось, к сожалению, не так много. Пожелать хочу Медере Кузьминичне. Много-много еще здоровья, много-много энергии и бодрости. Медера Кузьминична встречает во всеоружии. Даже парикмахера накануне посетила. Теперь, смущаясь, принимает поздравительные адреса и подарки. «Это поздравление от главы городского округа, это поздравление от руководителя управы, это красивая женщина и красивые цветы». «Красивая была когда-то, смеется юбилярша, сегодня уже не та. Впрочем, и на 101-м году жизни следит за собой. Со старых черно-белых фото и вовсе смотрит ни больше, ни меньше актриса советского кино. Кстати, имя, говорит Медера Кузьминична, у нее самое обычное для того времени. «Международный день работницы Медера, а так просто Меда, отца моего Кузьма, Кузьма Сидоров. И раньше вообще это модно было. Вот, Сталина, Вил, вот это вот все-все-все оттуда идет». 21 июня 41-го уже девятиклассница Медера из Москвы приехала к отцу военному в палаточный лагерь в Новосибирске. А под утро началась война. В столицу девушка вернулась только в 1944-м. Здесь она будет ухаживать за ранеными, отдавать им свою кровь, читать новости на радио, записывать оперных теноров Сергея Лемешева и Ивана Козловского. Семья Медеры Кузьминичны была знакома и с маршалом Рокоссовским. В 1947-м девушка вышла замуж за курсанта военной академии Николая Шостка и многие десятилетия моталась с ним по гарнизонам. Вела хозяйство, воспитывала сына и была во всем опорой супругу, который, к слову, прошел практически всю Великую Отечественную. В том числе освобождал Чижовский плацдарм. Впрочем, рассказывать о боевом прошлом, вспоминает сын Николая Александровича, отец не любил. Разве что о чем-то, не связанном с болью и смертью на войне. В Бендерской крепости стояли немцы, окруженные русскими войсками. А с этой стороны Днестра, стоя в парканах, стоял отец. И говорит, немцы оттуда по рельсам через мост пустили бочку, а бочка полностью со спиртом. И наши солдаты как пронюхали, начали чик-чик-чик дырок понаделали, давай глотать. Так, говорит, пришлось расстрелять эту бочку. Николая Александровича Шостка не стало в середине 90-х. Сын Александр Николаевич осел вместе с женой Ольгой на ее родине, в Воронеже. Со временем перевез сюда из Москвы имаму. Несмотря на возраст, Медера Кузьминишна сама ходит по магазинам или просто гуляет с рыжим кокер-спаниелем Левой. В том, что разменяла второй век, говорит, скорее всего, заслуга происхождения. Мол, на Кубани все долгожители. Впрочем, есть еще один секрет. Нервы у меня в порядке. Я не возмущаюсь. Я не завидую никому. Так что, может быть, не могу я вам сказать, отчего я вот такая. Вот такая вот, да. Ее богатство, говорит, не столько года, сколько семья. Сын, две внучки, четверо правнуков. Живут младшие, правда, далеко, но регулярно приезжают и звонят бабушке. А она обещает прожить еще долго. Но меня оказалась у нас 김онском. Мнеgasка, который состоит метод ecfahrка. Я могу сказать. Ты, куда всего? Ты, куда всего? Поехали? Я удовольствую. Продолжение следует...